Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Мельник. Я занимаюсь разработкой компиляторных оптимизаций. На этой лекции я расскажу про то, как работает компилятор, основные принципы, основные фазы компиляции, внутреннее представление и рассмотрим несколько примеров оптимизации. Среди фаз компиляции, как правило, выделяют фронт-энд, миддл-энд и бэк-энд. Начальные фазы компиляции ближе к исходному коду, поздние фазы компиляции ближе к бинарному коду. В этих трех фазах используется разное внутреннее представление и служат они для разных задач. Если первая фаза фронт-энд была разработана около 50 лет назад и все основные методы были придуманы уже тогда, то последние две фазы активно развивались, и это связано с тем, что появлялись новые архитектуры, и они требовали новых оптимизаций. Поэтому самое интересное сосредоточено в миддлэнде и бэкэнде. Первая фаза описана в книге, в классической Dragon Book. Это Ахо Сети Ульмам, и там рассказано не только, как выполняется синтаксический, семантический анализ, но и написано, как это делать эффективно. Эти алгоритмы, как я говорил, были разработаны очень давно и с тех пор практически не изменялись и подходят для всех современных языков практически без заменений. Во многих языках, таких как C и C++, первой фазой является препроцессирование исходного текста. В нем выполняются фактически текстовые подстановки, заменяются определения, раскрываются макросы и включаются заголовочные файлы. Эта фаза достаточно простая, мы на ней подробно останавливаться не будем, но полезно знать, что можно получить результат препроцессирования с помощью ключа в компиляторе минус Е большое, чтобы понять при отладке, во что раскрылся тот или иной макрос. Так же, как и при анализе естественного языка, когда анализируются программы, написанные на языке программирования, компилятору проще работать с объектами более высокого уровня, с более сложными, чем с буквами. Для того, чтобы разбить программу на такие объекты, на лексемы, используется лексический анализ. Его задача — это разбить входящий поток символов на токены, которые соответствуют ключевым словам, операторам, константам, и удалить все пробельные символы и комментарии. При этом константы компилятор уже будет видеть не как последовательность символов, например, 3.14, а как константу, записанную в память в вещественном виде. Пример лексем можно видеть курсивом внизу слайда. Таким образом, основная задача лексического анализа — это упростить последующую работу для синтаксического анализа и последующих проходов компиляции. Во время синтаксического анализа в входной программе на языке программирования сопоставляются конструкции этого языка, и происходит это похожим образом, как при разборе предложений на естественном языке. На этом рисунке мы видим, что у нас есть условный оператор, и мы вставим в соответствие символам, лексемам, которые нам пришли на вход, конструкции языка, и постепенно их сворачиваем до более крупных конструкций, таких как условное выражение. И здесь видно, что условное выражение мы разобрали на предикат, then выражение, else выражение, каждое из которых, в свою очередь, состоит из выражения сравнения, выражений присваивания. На предыдущем слайде мы рассмотрели, как программа преобразуется в дерево, сворачивается к конструкциям грамматическим. А сейчас давайте рассмотрим, как можно порождать эти деревья. То есть в компиляторе язык программирования задается с помощью своей грамматики, которая состоит из набора правил. Эти правила можно применять в любом порядке, и из них будет получаться программа на заданном языке, и при этом будет строиться дерево. Например, для условного оператора можно рассмотреть такое правило. Здесь STMT — это не терминал, то есть название правила, которое мы можем подставлять в правой части. IF и ELSE — это терминалы, то есть токены, набор символов, которые приходят нам из программы или которые остаются в программе после того, как все правила применены. Таким образом, грамматика языка создает из множества правил, то есть продукции, терминальных и нетерминальных символов. Программа готова состоит только из терминальных символов после того, как все правила грамматики уже применены. При применении правил у нас может порождаться деревья, а также текст программы. Мы можем расширить пример с предыдущего слайда, дополнив наши правила более сложными, для того, чтобы научиться порождать операторы с VET, VELSE и без нее, также операторы цикла while-do-while, а также последовательность операторов заключенной фигурной скобки. Здесь мы видим, что последовательность операторов определяется как последовательность операторов плюс какой-то оператор, определяется рекурсивно. И так мы можем вывести целую программу на языке программирования из стартового правила STMTS. И аналогично определяется EXPR, продукция для выражений. Определяется она через промежуточное правило терм, для того, чтобы учесть порядок выполнения операции, что умножение и деление будут выполняться первыми при интерпретации построенного дерева. Итак, с точки зрения компилятора, язык программирования представляет собой набор правил, например, как A заменить на X, Y, Z, как слева вверху. И при выполнении такого правила порождается дерево с тремя потомками X, Y и Z. И рассмотрим пример грамматики для выражений, которые состоят только из сложения и вычитания и беспорядка действий. Мы сможем, взяв стартовое правило лист со звездочкой, породить дерево, которое показано справа вверху. В этой грамматике у нас лист и диджит — это не терминалы, поэтому мы можем подставлять правила с нетерминалами до тех пор, пока в нашем дереве не останутся только терминальные символы, то есть цифры и операции. Но у компилятора на самом деле задача другая. Ему нужно взять порожденное данным языком выражение, в данном случае 9 и минус 5 плюс 2, и сопоставить ему грамматику, с помощью которой это выражение было порождено, и построить дерево разбора, которое соответствует этому процессу. Такое дерево, оно совпадает с деревом порождения, и оно изображено на данном слайде. После синтактического анализа выполняется семантический анализ. Аналогично естественному языку мы можем написать абсолютно синтактически верное какое-то предложение, на русском языке, например, которое будет абсолютно бессмысленным. Также и с языком программирования. Для того, чтобы программа удовлетворяла всем правилам языка, нужны еще дополнительные правила и проверки, которые компилятор тоже должен проверять. Например, что не может быть двух переменных с одинаковым именем на одном уровне вложенности. Кроме того, необходимо проверять соответствие типов. Например, в этом кусочке программы, прежде чем выполнять сложение, необходимо привести переменную x к более широкому типу, к double, и для этого в нашем абстрактном синтактическом дереве появится еще одна вершина, которая выполняет это преобразование типов. Итак, мы выполнили первые три фазы анализа, лексический, синтактический и семантический анализ, и теперь можем переходить к оптимизациям. Но сейчас у нас есть только абстрактное синтактическое дерево, и не все виды анализа и оптимизации удобно на нем делать. Поэтому прежде чем перейти к middle-end, нам лучше сгенерировать внутреннее представление, которое лучше подходит для этих целей. Для примера такой программы с циклом do while мы построили синтактическое дерево сначала, абстрактное. У него в вершине сам император do while, у которого два потомка. Это условия продолжения или выхода из цикла и тело цикла, в котором может быть несколько операторов. Дальше мы будем обходить это абстрактное синтактическое дерево рекурсивно и генерировать для него код, который показан справа внизу. Этот код состоит из простых операций. Ну, например, если бы у нас было aita равно bita, то нам бы пришлось генерировать две строки, каждая из которых имеет только одно обращение к массиву, и это в большей степени соответствует командам, которые бывают в процессоре. В результате такой трансляции у нас получается трехадресный код, который более подходит для оптимизации в Миддлэнде. Трехадресное внутреннее представление нужно в первую очередь для удобства выполнения анализа и оптимизации. И на разных этапах оптимизации оно немножко изменяется и становится еще ближе к процессору. Кроме того, использование внутреннего представления, независимого от архитектуры и от входного языка, позволяет строить компилятор, у которого на входе может быть несколько языков, например, CC++, Fortran, Go. А на выходе он может генерировать код для разных архитектур, таких как x86, ARM, PowerPC и других. В трехадресном представлении, как правило, фигурирует неограниченное количество регистров, например, как в LVM, внизу слайда, они обозначаются и процент цифра. На этом этапе мы не заботимся о том, сколько регистров реальности есть у процессора, и у каждого процессора это разное число. Мы просто под результат каждой операции выделяем новый псевдорегистр, а распределением мы занимаемся потом. Трехадресным представление называется, потому что, как правило, таких регистра три. Общий вид трехадресной команды выглядит так. Регистр назначения, операция, первый оперант, второй оперант, где на месте оперантов могут быть псевдорегистры либо реальные регистры процессора. Для удобства работы оптимизации вся программа разбивается на линейные участки, в пределах которых можно выполнять простые оптимизации, не заботясь о том, что управление выйдет из этого линейного участка раньше, либо войдет в его середину. Это сильно упрощает работу компилятора, и такие линейные участки называются базовыми блоками и соединяются дугами. В конце базового блока стоит оператор перехода либо безусловного, либо условного, либо передается управление просто на следующую инструкцию, если оператора перехода там нет. В начале базового блока может стоять метка, на эту метку может быть несколько других переходов из этого же базового блока, если это цикл, либо из других частей программы. Все переходы в таком представлении изображаются явно с помощью дуг. Рассмотрим пример более сложной программы. Здесь базовые блоки объединены в граф потока управления, и базовые блоки соединены между собой дугами. Эти дуги могут соединять базовые блоки и друг с другом, и также дуга может заходить в тот же самый блок, если в программе есть цикл. После того, как построен граф потока управления, можно переходить к оптимизации программы, и это как раз наиболее интересная и наукоемкая часть компилятора. И включает она обычно две фазы. Первая — это анализ программы, определение необходимых свойств. Например, нужно определить, что две переменных в заданных точках имеют эквивалентное значение. А вторая часть — это преобразование программы, когда мы эти две переменные можем заменить на одно это значение. И в компиляторе, и в инструментах анализов происходят очень похожие вещи с той лишь разницей, что в инструментах анализа часть преобразования как раз она не выполняется. В компиляторе принято выделять два типа оптимизации — это машиннонезависимые и машиннозависимые. Машиннонезависимые имеют смысл для любой архитектуры и выполняются на любом процессоре и приносят пользу. Машиннозависимые выполняются для конкретного процессора с учетом его особенностей. Внутреннее представление обычно трехадресное используется. Используются временные переменные, это псевдорегистры и память. Сохраняется знание о высокоуровневых типах. В качестве примера машиннонезависимых оптимизаций можно рассмотреть удаление мертвого кода, то есть кода, который не влияет на результат выполнения программы, оптимизация, связанная с упрощением выражений, оптимизации циклов, встраивание функций, распространение константы и другие. В качестве примера машиннонезависимой оптимизации рассмотрим встраивание функций. У нас на рисунке есть две функции F и G, и мы хотим подставить функцию G вместо вызова. Для этого мы просто подставим тело, которое возвращает A умноженное на 4. И, кроме того, здесь мы можем выполнить распространение констант, подставив вместо переменной X его значение 42. Таким образом, у нас получится такой код, как справа, и нам остается выполнить только упрощение выражений, и вместо двух функций у нас сразу будет константа. Таким образом, применяя машиннонезависимые оптимизации вместе, можно для любой платформы существенно улучшить код. Здесь у нас была фаза анализа, когда мы убедились, что переменная X, значение которой мы подставляем в качестве аргумента, на всех путях имеет одно и то же значение. Если бы тут был условный оператор, то мог бы быть другой путь, на котором нам нужно было бы тоже убедиться, что это значение идентично. Таким образом, любая оптимизация включает сначала фазу анализа, потом фазу трансформации. Другой пример машиннонезависимой оптимизации выносим варианта из цикла. Здесь мы сначала должны провести анализ и убедиться, что переменные, которые используются в выражении, которые мы выносим, они не переопределяются внутри цикла, и тогда мы можем уменьшить количество вычислений, которые нужно в цикле, записав результат вычисления нашего выражения во временную переменную и вынести его за пределы итераций. Как правило, машиннонезависимой оптимизации, подобной этой, они выгодны независимо от того, на каком процессоре они исполняются, но бывают и исключения. Например, при удалении общих подвыражений в данном примере у нас есть два одинаковых выражения со сдвигом переменной C на два бита, и мы хотим вынести это подвыражение наверх, чтобы сэкономить размер кода. Но, например, для архитектуры ARM операция сдвига, она включена в операцию сложения, то есть на процессоре мы можем перед сложением как бы бесплатно еще и выполнить сдвиг, поэтому никакого выигрыша в размере кода это не дает, и наша оптимизация фактически увеличит код на одну команду. Поэтому в компиляторе предусмотрен механизм, который позволяет машинной независимой оптимизации спросить у бэкэнда, есть ли в процессоре необходимая команда, чтобы принять решение о том, является ли данная машина независимая оптимизация выгодной. На конечных этапах оптимизации программы выполняются машинозависимые оптимизации, те, которые имеют смысл делать для конкретного процессора с учетом его особенностей, знания о его ресурсах, количестве регистров, количестве доступных функциональных устройств и так далее. В этот момент наше трехадресное внутреннее представление становится машинозависимым, то есть появляется указатель на стек, распределяются регистры. у нас до этого было бесконечное количество псевдорегистров, здесь уже нашим номерам псевдорегистров назначаются реальные регистры на процессоре, а в случае их нехватки у нас значение регистров записывается на стек в память и загружаются оттуда при необходимости. Все это можно делать более или менее оптимально, и компилятор применяет достаточно сложные алгоритмы и евристики для того, чтобы результирующий код получался более оптимальным. Также выполняется планирование команд, то есть мы изменяем последовательность выполнения команд для того, чтобы суммарное время их выполнения сократилось. Мы уже знаем, сколько функциональных устройств есть на процессоре, какие из них могут выполняться параллельно, какая задержка при выполнении каждой команды, и при этом стоит задача максимально использовать функциональные устройства, которые есть в процессоре, использовать весь параллелизм на уровне функциональных устройств и на уровне конвейера, и выбрать оптимальный порядок, составить лучшее расписание для выполнения команд. Это, естественно, зависит и от архитектуры, и от конкретной модели. Очень специфическая оптимизация. И в конце выполняются оптимизации, уже на очень маленьком диапазоне инструкций, буквально для соседних, оптимизация кодировки, склеивание двух инструкций с тем, чтобы это выполнялось быстрее, использовать в том числе экзотические какие-то команды, которые есть только у данного процессора. например, мы знаем, что умножение достаточно дорогая операция на процессоре, и ее можно заменить либо просто сдвигом, если это степень двойки, либо, например, на архитектуре ARM, так как у нас сдвиг это бесплатная операция внутри сложения, мы можем любое умножение разложить в последовательность сдвигов и сложений. И это будет занимать в разы меньше времени, чем если бы мы честно выполняли сложения. И в этом примере показано, как это сделать. То есть мы можем умножение на 81 представить как 9 в квадрате, девятку в свою очередь это как 8 плюс 1, а 8 это сдвиг двойки на 3 бита. И таким образом всего за два сложения со сдвигами мы можем выполнить умножение на заданную константу. И компилятор это действительно делает. Но для того, чтобы это делать, мы должны знать, что в процессоре во-первых, это действительно дешевле, чем умножение, и во-вторых, что есть команды, которые позволяют делать сдвиг и сложение в пределах одной команды и достаточно дешево. И на самом последнем этапе компилятору остается только из нашего машинно-зависимого уже внутреннего представления получить ассемблерный код для нашего процессора. На этом компилятор заканчивает свою работу. Остается только запустить ассемблер, который бы преобразовал полученный текстовый ассемблерный файл в двойчный код, и затем запустить компоновщик, который бы слинковал полученный код с библиотеками и получил бы из этого исполняемый файл. В итоге вся цепочка трансляции, которую мы рассмотрели, выглядит так. У нас был исходный код, например, на языке C. На нем был выполнен синтаксический, лексический, семантический анализ, и было построено абстрактное синтаксическое дерево. Какие-то виды анализа оптимизации могли проводиться и на этом дереве, но основные оптимизации делаются на трехадресном внутреннем представлении, после чего генерируется код в ассимблер. Иногда он генерируется сразу в двоичный код, зависит от компилятора, от его назначения, после чего получается объектный файл, и затем после компоновки получается исполняемый файл. Такова общая схема компиляции, в которой мы рассмотрели основные этапы. И на этом лекция об основах компиляции завершена. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok